Один из участников дискуссии уже с нами по скайпу, Евгений Фёдоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Евгений Алексеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Ждём Андрея Нечаева, председателя партии «Гражданская инициатива», бывшего министра экономики России. Будем говорить о будущем долларов. Будущем долларов в Российской Федерации. Работу по сокращению зависимости экономики РФ от доллара проводить полезно, но это делать надо постепенно, так как быстрый отказ от доллара как расчётной валюты принесёт больше издержек, чем дивидендов. Так, во всяком случае, говорит Валерий Васильев, он зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике. А с чего началось? Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва в ответ на новые санкции США намерена активизировать работу по сокращению зависимости от американских платёжных систем и доллара как расчётной валюты. Евгений Фёдоров, насколько мы близки, насколько мы физически близки, как мы можем реально сделать это? Ну, во-первых, мы очень далеки от этого, потому что, если вы посмотрите пропорцию доллара и рубля в российской экономике, то вы увидите, что доллар занимает где-то вот накануне кризиса было 750 миллиардов долларов, рублей было на руках у населения около 14, на счетах около 14, сумма где-то 32. В результате пересчёта вы увидите, что рубль в меньшей степени оборачивается в России, чем доллар внутри Российской Федерации. Я не говорю про внешнюю торговлю. Вся кредитная сфера полностью стоит на долларах. Вообще, кто решает, какой завод построить в Москве или в Питере, решают лондонские банкиры, или американские, или немецкие банкиры. То есть, у нас кредитная система вся долларовая, а рублевая, торговая, внутри России, естественно, мы покупаем товары в магазинах за рубли. Поэтому, если мы замещаем доллары рублями внутри России, мы дополнительно получаем до 60-65 миллиардов триллионов рублей дополнительных денег. Как быстро мы можем отказаться от доллара? Да хоть завтра. Другое дело, что внутри страны, хоть завтра, альтернатива должна быть доступность рубля. То есть, проблема не в том, что мы отказываемся от доллара, а проблема в том, что у нас рубль недоступен. У нас кредитная ставка Центрального банка 9, плюс базиль 3. То есть, доступ к рубля у нас на порядок сложнее, чем доступ к доллару даже сейчас во время санкций. Евгений Федоров, член Комитета Государственной Тумы по бюджету и налогам. Андрей Нечаев, председатель партии Гражданской инициативы, экс-министр экономики России. С нами по телефону. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, вот МИД России собирается активизировать работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. Как можно быстро это сделать? Это первый вопрос. И насколько это нужно? Ну, я хотел бы сначала Корско прокомментировать то, что сказал депутат Федоров. Видимо, он живет в какой-то особенной России, где ходят доллары. Я не знаю, откуда он взял эту цифру. 750 миллиардов вообще какая-то абстракция. С сайта Центрального банка. С сайта Центрального банка. Если говорить о резервах, то они 400 миллиардов, 750 нет и в помине. И они нигде не ходят. Они размещены на соответствующих счетах Центрального банка. Поэтому Россия и так себе прекрасно живет в мире рублей. Что касается отказа от доллара во внешней торговле, ну, это абсолютно невозможно, потому что во внешней торговле всегда есть и продавец, и покупатель. Скажем, основной российский экспортный товар, это нефть, он традиционно, она, точнее говоря, традиционно во всем мире торгуется на доллары, на всех биржах, на многих биржевых сделках, на которые приходится большая часть оборота. И сейчас в ситуации, когда рынок нефти – это рынок покупателя, а не рынок продавца, потому что там огромный избыток предложения нефти, и ОПЕК при участии России предпринимает там героические усилия, чтобы сократить добычу и сократить предложения. Значит, если вы выйдете на этот рынок с предложением покупать у вас, например, нефть за рубли, ну, могут просто посмеяться, могут послать куда подальше, и найдется масса желающих вас на этом рынке заместить, потому что, повторяю, предложение существенно опережает спрос. Это Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России Евгений Федоров. Это же важно, правда, чтобы не только у вас было желание торговать рублями, но и у покупателя было такое желание? Ну, это в этом проблеме вообще нет никакого. Если мы говорим об этом маленьком сегменте иностранной торговли, пожалуйста, это просто цена разницы обмена рублей на доллары и наоборот. У вас всегда найдется посредник, который возьмет свои полпроцента или один процент, который будет стоить этот обмен, и вы спокойно можете вести. Но проблема же не в том, почему торгуются нефть, проблема еще в том, что в России отсутствует национальный капитал и национальный кредит из-за отсутствия доступа к рублям. Вот мне сейчас упомянули, где я взял цифры. Евгений Алексеевич, я понимаю, вы уже сказали, что это цифры с сайта Центробанка. Просто мы-то говорим о зависимости от американских платежных систем сегодня. Нет, а платежные системы... Они сделают более доступными рубль, если мы откажемся от них. Платежные системы – это евро, мастер-карты и так далее. Это 200 миллионов карт. Мир сегодня на руках имеется полтора миллиона карт всего. Понятно, что у нас огромная зависимость. И то, что мы начали переходить на национальные платежные системы буквально только с этого, ну, с прошлого года, будем так говорить, это как раз чисто политический косяк. Потому что я напоминаю, что позапрошлая Дума Владимир Путин, председатель правительства, внес закон о национальной платежной системе, в котором были национальные платежные карты, раздел. И этот раздел при втором стене по требованию внимания суда американского посла, о чем нам доложил тогда еще Викиликс, был в Государственной Думе вычеркнут. То есть просто сработала прямая команда внешнего управления на России. Понятно, что когда американцы такую команду давали, она официальная, ее можете любой посмотреть. В Викиликс есть переписка на этот счет. Даже депутат Богоряков, помню, с трибуны Госдумы при принятии закона при втором чтении, прямо говорил, зачем вы принимаете по указанию посла США и Госдепа этот закон. Ну, тем не менее, он был принят. Это сработала Конституция, 15-я статья. Еще раз, а сокращение зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты дает нам что, Евгений Федоров? Дает нам рост национальной экономики. Потому что если решить... Понимаете, проблема не в том, какие бумажки вкладываются в строительство заводов. Мы сейчас говорим о развитии. А проблема в том, кто принимает решения, которые вкладываются. Если сегодня у нас 750 миллиардов иностранного кредита, то решение принимает тот, кто его дает. То есть, лондонский банкир. А он не примет решение развивать российскую промышленность. Это Евгений Федоров. Если мы выпускаем национальный кредит, то решение будет принимать московский банкир. А он подконтролен национальным властям, и у него задача будет, следовательно, национальное развитие. Вот и все. Евгений Федоров, Андрей Нечаев, вы понимаете, о чем идет речь? Это вообще театр нужен тут. О, я бы попросил вас. Нет, ну что же. Ну вот, депутат Федоров принадлежит к правящей партии. Он нам только что сообщил, что оказывается правящая партия. Принимает у нас законы по указке из Вашингтона. Ну, значит, тогда, наверное, надо ее распустить. Потому что, ну, иначе просто у нас в парламенте осели агенты Госдепа. И это очень опасно, действительно. Поэтому надо срочно переиздевать новую думу. Хорошо, давайте все-таки от взаимных оценок вернемся к тому, что мы обсуждаем. Нет, прошу внимания, я никого не оценивал. Да, я заметил это. Надо просто констатировать факт, что вот сейчас нам депутат от правящей партии признался, что они принимают законы по указке из Вашингтона. Это чуть не опасно. Хорошо. Я с этим, собственно, согласен. Теперь, если мы говорим о платежных системах, ну, вот тут, к сожалению, Евгений разбирается немножко хуже. Значит, все платежи, которые осуществляются внутри России, они осуществляются, неважно, какая платежная система это делает, они осуществляются в рублях. При этом ничто нам не мешает развивать, чем Центральный банк занимается, национальную платежную систему МИР. Не очень хорошо делать это в принудительном порядке, когда пенсионерам и бюджетникам перечисляют пенсии и зарплаты именно на карточку платежной системы МИРа. Они должны иметь возможность, как любой нормальный потребитель, выбора. Нравится карточка МИРа? Пожалуйста, пользуйтесь ей. Нравятся другие карточки? Значит, пользуйтесь как бы другими карточками. Поэтому, значит, здесь как раз никаких проблем особенных не вижу. Через сколько лет, а может быть десятилетий, вот эта наша карточка из национальной платежной системы МИРа начнет приниматься в остальном мире? Я не знаю. Для этого надо проделать гигантскую работу, затратить гигантские средства, хотя, наверное, для них можно найти более рациональное применение. Все равно придется делать это в альянсе с другими платежными системами мировыми. Но когда говорят о подказе от платежной системы, обычно имеют в виду не карточки. Карточки как раз дело вторичное. Обычно имеют в виду платежные системы межбанковские, типа SWIFT и другие платежные системы, которыми пользуются банки, когда осуществляют трансграничные переводы, обслуживают внешнюю торговлю, обслуживают движение капитала и так далее. Значит, ну, я вот больше 20 лет провел в банковском секторе российском. Хорошо помню те времена, это 90-е годы, значит, когда еще информационные технологии были не так развиты, и мы осуществляли международные платежи с помощью телекса, телеграмма, ну, и в отчаянных случаях вообще просто бумажки посылали. Хорошо, но сейчас-то мы можем... Сейчас 21-й век. Можно, конечно, попытаться вернуться и посылать платежные поручения не через платежную систему, а почтовым голодом. Вопрос только в одном. Те западные банки, где мы храним свою валюту, которая обслуживает международный оборот, они согласятся таким образом принимать наши платежные поручения? У меня это вызывает большие сомнения. Я думаю, что телекса они давно ликвидировали. Это Андрей Нечаев. Поэтому единственный вариант – это пользоваться нормально, современным платежными системами. Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России Евгений Федоров, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. А если вот так говорить о платежных системах, как о межбанковских системах платежей? Свифт? Ну, это большая проблема. Я исхожу из того, что мы будем отключены от Свифт в какой-то определенной перспективе, поскольку цель США – ликвидация российского государственности, об этом говорил бывший министр обороны США, то, естественно, они к этому придут. И это проблема, которую придется решать, создавая отечественную внутреннюю систему. Ну, тут, во-первых, все смешали в одну кучу. Внешнюю торговлю со внутренними процессами. Насколько я понимаю, мы изначально говорим о том, как работает в России система доллар-рубль. Вот об этом речь. И поэтому я, собственно, это главный вопрос. Вы тут вот почему-то как-то удивились, что органы власти Российской Федерации работают по указке Вашингтона. Но тогда моему коллеге, который сказал, что там что-то в экономике, у меня неправильно, я обращаюсь к юриспруденции. Постановление Пленного Верховного Суда, номер 5, 10 октября 3-го года, действующее, где сказано, что смысл содержания и применения законов всех, то есть все законы в России, определяются международными специализированными учреждениями. На эту тему очень подробно говорил и Бастритин, глава Следственного комитета, которые фактически... Слушайте, если мы живем в однополярном мире, то механизмы влияния однополярного мира на нас это внутреннее отсутствие суверенитета. Это же надо понять. И дальше это распространяется на экономику. Именно поэтому я подчеркиваю, это вопрос не экономики, а политики. Кто принимает решения о строительстве заводов России, развитии экономики? Эти решения на 75% принимают иностранные банкиры. И только на 25% госорганы власти Российской Федерации через институты развития и поддержки. Евгений Алексеевич, я возвращаю вас к тому, с чего мы начали, собственно, о том, о чем говорил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. В ответ на новые санкции мы активизируем работу по сокращению зависимости от доллара как расчетной валюты. То, о чем говорите вы, тоже о сокращении зависимости России от доллара как расчетной валюты? Да, но у нас зависимость есть внешняя и зависимость есть внутренняя. Я говорю о внутренней зависимости, в которой доллар, от доллара мы зависим больше, чем от рубля, причем значительно, где-то на две трети, и только на треть от рубля, внутри страны. Потому что мы часть этого однополярного мира американского. То есть внутренние реформы. Свифт – это понятная проблема. Ее должен заменить отечественный свифт, а международные расчеты с ними придется серьезно решать. А внутри страны должна быть своя система полностью обеспечивая взаимоотношения банков, расчеты банков и торговых агентов. Это Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданской инициативы», экс-министр экономики России с нами по телефону. Андрей Алексеевич, вы слышали внутренний свифт? Мне все это как-то ужасно просто слышно. Почему? Потому что у нас давним-давно есть внутренняя система межбанковских расчетов. Причем даже в двух вариантах ускоренные расчеты и просто расчеты осуществляют Центральный банк, они осуществляют в рублях, никакой отношения к свифту не имеют. Поэтому я даже не понимаю, зачем Евгений Алексеевич, то ли он сам не понимает, то ли он сознательно вводит из-за блуждения ваших слушателей, а все внутренние расчеты осуществляют Центральным банком с помощью внутренних платежных систем. Потому что, поверьте мне, партируют с 21-летним стажем. Про зависимость от доллара как расчетной валюты. Если мы переходим в политическую сферу, и Денис Алексеевич уверен, что наш президент, наш парламент и орган правительства принимает решение только по указке из Вашингтона, тогда это, наверное, он это знает лучше, чем я. Я как раз готов уступить пальму первенства, но тогда это ужасно, нам надо просто тогда срочно всем принимать меры по смене власти. Андрей Алексеевич, но все-таки, возвращаясь к тому, о чем говорил Рябков, с чего мы начинали, о том, что Москва может активизировать работу по сокращению зависимости от доллара как расчетной валюты. Что это может быть, по Вашему пониманию? Мне тоже очень интересно, что иметь в виду в Данце Рябкова, нужно было пригласить его. Значит, можно, можно, мы сейчас оцентозируем, да, например, можно запретить обмен валюты внутри страны, можно запретить гражданам вообще владеть иностранной валютой. В СССР это было, и даже, как вы помните, было уголовное преступление, и на каком-то этапе это была вообще расстрельная статья. Это может серьезно повлиять на экономику? Нет, это просто резко ухудшит жизнь граждан. Это приведет, безусловно, к появлению теневого рынка. Это, безусловно, создав широкие возможности для правоохранительных окон, для всякого рода сгук потребления, потому что теневый рынок – это всегда большие возможности для правоохранителей. Вот. Но это будет ситуация такая абсолютно абсурда. Можно попытаться запретить вообще вот любой ворот, закрыть обменники, значит, запретить банкам осуществлять обмен валюты, а гражданам ее обменивать и хранить. Значит, и обменивать там, как это было в Советском Союзе, 30 рублей, если вы выезжаете за рубеж по особому курсу. Андрей Нечаев. Значит, ну, еще раз говорю, это все, по-моему, из серии какого-то абсурда. Но Андрей Нечаев так себе видит возможность сокращения зависимости от доллара. Нет-нет-нет, простите, я так это не вижу. Как вариант, как это может быть? Это не значит, что вы поддерживаете. Я пытаюсь как бы фантазировать, значит, что, какие соображения вкладывают люди, которые выступают вот в такого рода предложения. Да, это ваше предположение, Андрей Нечаев, да. Снижить зависимость от доллара внутри страны. Андрей Нечаев, так... Решение о кредитах, у нас долларовых кредитов существенно меньше, существенно меньше, чем кредитов рублевых. Поэтому какие там иностранные банкиры, они принимают решение, ну, мне даже, ну, комментировать. Андрей Нечаев, да, Евгений Федоров, теперь к вам все-таки. Значит, а как, с вашей точки зрения, может выглядеть вот это сокращение зависимости от доллара как расчетной валюты? Так, как предположил Андрей Нечаев, или как-то иначе? Я вообще не понимаю. Вот какая-то странная разговор. Значит, у министра иностранных дел есть начальник. Начальника фамилия Владимир Путин. Владимир Путин подробно в своих программных, то есть, это программа, программных указах майских, посланиях, говорил все это. Что надо делать? Замминистра иностранных дел просто ссылается на позицию главы государства. Что делать, всем известно. Я, например, в майских указах... В майских указах вообще ни слова не было про отказ от доллара. Майские указы касаются социальной сферы. Андрей Нечаев, да, Евгений Федоров. По этому я Андрею Нечаеву, который их не читал, цитирую. 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест в 2020 году. В 1,5 раз относительно производительности туда к 2018 году. Удвоить уже в перерасчете по отношению к сегодняшнему дню основные доходы граждан. Это майские указы. Механизм правильного, пожалуйста, мне нужны... Да, да, там ничего нет на отказах. Там нет ничего правильного. Мне можно... Я вообще-то никого не прерывал, да? Дальше Владимир Владимирович говорит, нам нужны дешевые длинные деньги под майские указы. Поэтому я прошу правительство и Центральный банк подумать на механизм решения проблем. Так же, как их решает ФРС Соединенных Штатов Америки, Европейский и Центральный банк. И вообще-то 40 стран мира их решают. Потому что у них нулевые процентные ставки, нулевая инфляция и, соответственно, у них политика дешевой национальной валюты. У нас это указание Путина до сих пор не выполнено. Поэтому переход... Тут не надо никого заставлять и ничего не надо отменять. Надо просто разрешить российским предпринимателям иметь доступ к рублю такой же, какой он имеет к доллару на территории России. То есть просто установить суверенитет в сфере рубля. Больше ничего. И именно на это и ссылался уважаемый зампосла. Что тут все понятно? Евгений Федоров, Андрей Нечаев, прошу вас. А что вы хотите, чтобы я прокомментировал? То, что сейчас позвучало. Судя по тому, что нам сегодня рассказывает Евгений Алексеевич, мои эти указы, видимо, были приняты по указке Вашингтона, значит, тост к рублю, ну, замечательно. Давайте развивать тост к рублю. Какое отношение имеет к доллару? Но еще раз повторюсь. Внутри страны у нас расчеты все осуществляются давним-давно. Давним-давно осуществляются в рублях. У нас никто в долларах не платит внутри страны. У нас подавляющая часть кредитования осуществляется в рублях. Поэтому тут нет чего отказываться. Поэтому что значит отказаться от доллара, облегчить доступ к рублю, я просто не понимаю, если мне эта фраза не содержит вообще никакого смысла. Поэтому что вы хотите, чтобы я прокомментировал? Все. Я услышал комментарий. Теперь коротко каждого из вас, буквально по полминуте, попрошу объяснить, что вы понимаете под фразой «дедоларизация российской экономики». Евгений Федоров. Это значит, в экономической сфере не в руках граждан. Граждан не надо трогать. Необходимо отменить оборот доллара и перейти добровольно, то есть не пренуя, а добровольно наоборот рубля. Прежде всего в кредитной сфере. Что позволит поступить в экономику дополнительно, я ссылаюсь на цифры из Центрального банка в пересчете, 65 триллионов рублей. Напоминаю, бюджет 13 триллионов приблизительно. Расходная часть. Эти 65 триллионов даст экономический рост 15-20% и выполнение майских указов. Вот и все. Это Евгений Федоров. Прошу, Андрей Нечаев, теперь ваши полминуты. Дедоларизация экономики, что это значит? Я прошу прощения. 65 триллионов, а я куда возьму, что их Центральный банк напечатает? Или откуда? Каким образом они вдруг появятся в экономике? Огласно... Нет. Огласно... Господин Федоров, мы вернемся к этому... Я вообще не очень понимаю, честно говоря, сам по себе этот лунг. На вопрос ответить. Дедоларизация экономики, значит, это укрепление доверия к национальной валюте. Это значит низкая инфляция, когда не теряется покупательная способность рубля там каждый год на 10-15%. Спасибо. Да-да-да, мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас будут новости. Андрей Нечаев и Евгений Федоров с нами по телефону и по скайпу в программе «Своя правда». Информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим. Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Мы продолжаем 11 августа, пятница, сейчас 17.35, в студии Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о сокращении зависимости экономики Российской Федерации от доллара. Об этом спорим. Насколько это возможно и насколько это нужно. По скайпу с нами Евгений Федоров. У нас сегодня такая необычная программа, прямо скажем, по разным возможностям. Поговорите с нашими гостями, потому что Евгений Федоров у нас по скайпу с нами сегодня. И мы вот сейчас видим друг друга в лицо. А вот теперь мы видим друг друга в лицо, потому что я встал. И поэтому Евгений Федоров меня не видит. Вот теперь мы видим с Евгением Федором друг друга в лицо. В первой части программы Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива» и бывший министр экономики России, был с нами по телефону. То есть он не видел нас. Сейчас мы ждем с минуты на минуту, как Андрей Нечаев появится в этой студии. 7373-94, 8 телефон прямого эфира. Но сегодня лучше все-таки пишите через Телеграм или через СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. А 743-й пишет. Федоров рассуждает не экономически, а идеологически, отрицая азы рыночной экономики. Но это опасно и ведет к утрате здравого смысла и к самоизоляции может привести. Что вы скажете, Евгений Алексеевич? Еще раз, сошлюсь на сорок стран мира. Соединенные Штаты Америки изолированы, Евросоюз изолированы, Англия, Австралия, Канада, изолированные страны, они все работают по принципу нулевой процентной ставки. То есть это технология развитых, так называемых, условно, экономик. Вот мы считаемся недоразвитыми, развивающимися. Поэтому у нас высокие процентные ставки. В этом разница. И раз уж там вопрос все-таки прозвучал, а он к этому близок, Путин говорит здесь об изменении принципов эмиссии, на самом деле, предлагает их обсудить. Сейчас эмиссия рубля осуществляется, вот напечатать, да, рубли, через выкуп доллара. То есть сколько купили долларов, столько выпустили рублей. Путин предлагает, как и во 40 странах мира, подчеркиваю, изменить эмиссию. Эмиссию направить через кредитные механизмы банковского сектора страны. То есть тем самым отвязав рубль от доллара вообще. Нужно доллары? Пошел, поменял. А вот чтобы центральный банк обменял, ему это просто не нужно. Это лишняя операция, которая приводит к тому, что отсутствует национальная экономическая власть. Плюс аршоры. Я понимаю, но все-таки вот, например, опять про непонимание Лизи Рок пишет. А как мы заставим другие страны брать наши деньги вместо твердой валюты в обмен на товары? Подождите. Страны берут, ну, во-первых, страны берут любые деньги, которые за собой несут товары. И рыночная пропорция до рубля к любой валюте, она будет устанавливаться. И сейчас она устанавливается. Просто сейчас прямая зависимость из доллара. Вот и все. У нас 200 стран мира, у них у всех свои валюты. Все эти валюты берут в больших или меньших объемах. Такой проблемы вообще нет. Хорошо. Теперь Андрей Нечаев в студии. Еще раз добрый вечер, Андрей Алексеевич. Здравствуйте. Вот теперь у нас и микрофон заработал. Смотрите, все получается. Да, здравствуйте. Вот мне кажется, что, не знаю, как в России, но в Москве точно есть гораздо более актуальные проблемы. Это ликвидировать пробки. Я прошу прощения, но мы 30 минут простояли, потому что представители партии власти куда-то ехали. И поэтому было перекрыто движение, мы не могли со знаменькой съехать на мост. О, может быть, там в это время как раз наводили порядок. Программа благоустройства «Моя улица» работает. Наверняка. Хорошо. Теперь по поводу вопросов, которые прозвучали от наших слушателей, ну вот пока вы поднимались сюда, насчет возможностей покупать не за доллары, а за рубли. Как это сделать, чтобы наши товары... Покупать что? Чтобы наши товары за границей покупали за рубли. Значит, для этого за границей должна почему-то согласиться покупать наши товары за рубли. Я в начале нашей передачи говорил, что наш основной экспортный товар, который приносит значительную часть общей валютной выручки и общего экспорта страны, это нефть и нефтепродукты. Сейчас рынок нефти перенасыщен. Сейчас предпринимаются героические усилия странами ОПЕК при поддержке России для того, чтобы сократить предложение нефти на рынке. Получается плохо, потому что все страны эти установленные квоты нарушают, стараясь как-то увеличить свою нишу на рынке. И дают скидки, дисконты специальные и так далее. Поэтому если сейчас вы покупателям предложите вместо привычных им и наличствующих у них долларов покупать рубли и платить вам рублями, вас могут послать просто, простите меня, на три буквы. И тут же найдется масса желающих. Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Венесуэла, которые испытывают колоссальные проблемы и при глубокой ненависти к американскому империализму чудесно торгуют за доллары. Поэтому вас с этого рынка вытеснит просто моментально. Но самое главное, что даже если гипотетически себе представить, что вам удалось этого добиться, а что это меняет по существу? Как система работает сейчас? Наши экспортеры получают свою нефть, химикаты, древесину и так далее, доллары, и продают их на внутреннем валютном рынке через биржу. Значит, и, соответственно, получают рубли, которыми платят налоги, зарплату и так далее. Значит, теперь будет ровно то же самое, только телега будет впереди лошади. Значит, некто должен будет купить рубли за свои доллары на российском внутреннем валютном рынке, заплатить этими рублями экспортеру. Тот все равно должен будет часть из них опять поменять на доллары, потому что у него оборудование, запчасти, комплектующие, скажем, специальные химикаты и так далее. Они идут по импорту. Значит, соответственно, он должен будет купить эти доллары, заплатить за импортные товары, которые ему нужны для производства, и что, в чем разница? Нет-нет-нет. Называться будут, как нам Евгений Алексеевич сообщил, специальные посредники, которые за 1% это вам все спроводят. Странный Брикс, пишет 569, это большая часть человечества. И если все они не будут пользоваться долларом, вот и все. Осталось... Это, знаете, старая шутка. Я выхожу замуж за Ротшильда, только Ротшильд об этом пока не знает. Вот когда китайцы откажутся от долларов... Тогда и мы можем. Тогда мы можем эту тему обсуждать. Пока китайцы имеют более полутора триллионов вложений в американские долларовые ценные бумаги, являясь крупнейшим инвестором на американском рынке. Это Андрей Нечаев, Евгений Федоров, а вам пишет 675, и он не единственный. Когда мы пытаемся говорить, что с нами кто-то будет торговать за рубли, да даже белорусы пишут, они не хотят с нами за рубли торговать. Ну, я не вижу такой проблемы. Вообще, еще раз говорю, главный вопрос для нас – это внутренняя экономика. Мировая торговля будет либо в валюте страны, с которой мы общаемся, с той же Белоруссией, например, либо будет использовать посредничество евро или доллара. И мы можем, кстати, даже здесь уже маневрировать и выбирать, например, евро выбирать или доллар. Но это как бы просто вопрос узкого момента цены и посредников, которые пересчитывают эти валюты. Все-таки главный вопрос, он обозначен через вот эти механизмы и Путина, это внутри страны. То есть, мы должны выйти из однополярного мира. То есть, мы должны принять решение об отказе подчинения ценным механизмам. Для этого надо ускорить доавширизацию, она на нуле, ничего не произошло. Здесь российский крупный и средний бизнес за рубежом. У нас своего бизнеса нет. Это как мы можем работать за рубли, если все начальники, бизнесмены находятся даже в госкомпании. Путин говорил, 90% сделок заключают в иностранной юрисдикции. То есть, головняк здесь, в Москве или в Питере. А вся рядная ликвидность, все находится под иностранным контролем, в залогах и так далее. У меня только один вопрос. Это сильное преувеличение, но отчасти правда. Госкомпании действительно с удовольствием совершают сделки через офшорные юрисдикции и так далее. Если всерьез наша власть, президент, Единая Россия, правительство ставят задачу эту практику прекратить, это делается на раз, два, три. Руководители государственных компаний у нас означают или президент, или правительство, в зависимости от того, какая компания. То есть, им можно приказать. Я не согласен. Они следующие. Советы директоров госкомпаний и госкорпораций формируют, опять-таки, в зависимости от компании, или президент, или правительство. Поэтому там сидят уполномоченные представители государства. Какие проблемы? Забретите им осуществлять сделки через офшоры. Только это все не имеет никакого отношения к обсуждаемой нами теме. Хорошо, но все-таки я не согласен, сказал Евгений Федоров. Как не согласен? Он только что согласился. Не-не-не. По очень простой примеру, командовать в экономике нельзя. В экономике должны быть равные условия. Командовать в экономике нельзя, но командовать назначенным государством директором можно и нужно. Хорошо, вот теперь Евгений Федоров. Могу? Так вот, необходимо. Они же это делают не потому, что они плохие ребята, а потому что там созданы другие условия заключать в иностранной юрисдикции, потому что там другая система кредитов, в отличие от рублей, и вообще другие условия. Поэтому для того, чтобы они перестали это делать, надо создать такие же условия в России. Это главный вопрос. То есть, не пытаться заставить кого-то, а надо, чтобы в России рубль имел такие же условия кредита и оборота, как и доллар, даже на территории России. Что тут непонятного? А для этого надо восстановить суверенитет в экономике внутри страны. Не за рубежом, а внутри. Евгений Федоров, Андрей Нечаев. Такие же условия создали. Почему вы меня всё время заставляете комментировать, прости, Женя, но бред, который он несёт? Я не готов его комментировать. Ну, реально. Ну, просто это чушь собачья абсолютно. Создать условия нельзя? Суверенитет. Какие условия? Суверенитет – это чушь. О чём мы говорим вообще? Так, хорошо. Значит, у России внутри страны нет суверенитета. Это нельзя комментировать. Я же в начале передачи вам сказал, это тема не экономиста, не политика, тема психиатра. Поэтому почему я не хочу это комментировать, я не могу это комментировать. Хорошо, не надо. Значит, ещё раз. Если мы говорим о замещении доллара, значит, мне хочется задать вопрос энтузиастам этой идеи. О чём вы говорите? О запрете населению менять и хранить валюту? Понимаю, считаю это абсурдным, но понимаю. А отказаться от свифта невозможно. Возвращение в каменный век. Значит, предлагать нашим покупателям платить нам за нефть, газ и прочие наши экспертные товары не долларами, ну, или евро, но, большей части, долларами. Гипотетически можно. Вряд ли у них это вызовет приступ восторга. И вряд ли они на это согласятся. Что крайне опасно в ситуации, повторяю, когда на том же нефтяном рынке господствует покупатель, а не продавец. Какой-нибудь, простите меня, Белоруссии, которая на 100% зависит от поставок российской нефти, такие условия диктовать можно. Что вы, дорогие наши братья белорусы, будете платить нам исключительно рублями. А диктовать это, например, Германии или какой-то другой стране, ну, совершенно невозможно. У них полно альтернативных продавцов. Путин, это Андрей Нечаев, Евгений Федоров. Смотрите, что пишет вам Дмитрий М. 939. Он пишет про то, почему у нас не так, как у них. Он пишет, если завтра в каком-нибудь Крыму, ну, то есть, читай, в любом субъекте Российской Федерации, мы вводим налоговые льготы и британское право, это его формулировка, через 10 лет вы этот субъект Федерации не узнаете. Вот и все. Ну, слушайте, так именно об этом Путин и сказал. Делайте, как ФРС и ЕЦБ. В 2012 году. Просто это запрещено. Вот, между прочим, ответ господин Нечаев дал. И очень правильный ответ. Видите, он сказал, запрещается обсуждать вопросы восстановления суверенитета, потерянных в 1991 году. Так вот, 25 лет у нас запрещено это обсуждать. Он же сказал, я не буду это, и это нельзя. Это и есть главная проблема. Что 25 лет мы катимся, у нас экономика упала 14 раз за 25 лет. Она сейчас каждый год относительно мировой падает, потому что мировая растет на 3,5%. И будет падать. И каждый день будет... Да потому что ваша правящая партия проводит такую политику, что бизнес в стране развиваться не может. Потому что в стране не защищена собственность. Но сейчас все должно говорить до точки, и вы скажете все. Нет, он же говорит все время, поэтому... Ну, как боится. И всегда одно и то же. Вот в чем беда-то. Обратите внимание. Боится. Потому что вопросы суверенитета, они ключевые. 25 лет. Пока мы не решим проблему суверенитета, или, как Путин говорит, выхода из однополярного мира, мы каждый день будем хуже, пока не грохнемся в смерть. Все. Хорошо. Поэтому вот то, что он не хочет обсуждать, и есть главный вопрос. Я не хочу бред обсуждать. Хорошо. Обсуждайте суверенитет. Господа, я прошу вас. Дайте ответ на вопрос Бориса 232-го. Кто? Давайте сначала вы, Андрей Нечаев. Как вы объясните разницу в инфляции в России и в Европе? В чем причина? Бориса 232-го. Когда была осуществлена, вынуждена масштабная девальвация рубля. Понятно, что автоматически импортные товары стали дороже и дали мощный импульс инфляции. Но, когда у вас есть конкурентная среда, у вас эту нишу импортных товаров занимают отечественные производители. Потому что они стали автоматически более конкурентоспособными по отношению к импорту. Когда у вас нет конкурентной среды, когда у вас бизнес задавлен административно-бюрократическим и коррупционным давлением, когда у вас не защищена собственность и люди боятся инвестировать внутри страны, тогда вместо того, чтобы занять эту нишу, отечественный производитель просто повышает свои цены вслед за импортами. В итоге у вас инфляционный эффект девальвации оказывается многократно больше, чем он мог бы быть, исходя, скажем, из доли импортных товаров на потребительском рынке. Вот один очень важный и очень актуальный для наших последних лет пример просто. Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива» и бывший министр экономики России. Член Камитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Тот же вопрос от Бориса 232-го. Как вы объясните разницу в инфляции в России и в Европе? Это как раз элементарно и просто. Вот видно, я кружку показываю. Мне видно, но всем остальным нет. И так, кружка белая. Так вот, любой товар в России, который оборачивается, покупается, продается по нескольку раз, с учитывом сырья, в течение года, в него заложена цена денег. Цена денег в России выше, чем в Европе, например, 9% плюс избыточные нормы регулирования по отношению к европейским, где-то порядка 20% кредита. В отличие от европейского кредита на выходе или американского, 3-4%. Вот эта разница 16% – дополнительный вектор, вгоняющий в инфляцию абсолютно по всем группам товара. Как только Центральный банк, как, собственно, Путин и говорил в 2012 году, взяв пример, обнулит процентную ставку, отменит Базель-3 и другие избыточные нормы регулирования, автоматически упадет инфляция. Кстати, именно это сделал в свое время Китай, когда сбросил процентную ставку с 9,5% где-то до 4%. У него инфляция упала, поверите, с 9,5% до 4% в течение года. То есть автоматически произойдет падение инфляции. А с точки зрения системы, правильно, если нам, а я ссылаюсь на Верховный суд и на Бастрикина, каждый день дают новые-новые правила из-за рубежа, мы же часть однополярной меры, ухудшающие нашу жизнь. А кому? Кому нам? Органам власти. Президенту Путину, Единой России, кому дают-то? Давайте Евгений Федорович заканчивает. Президент Путин к органам власти не относится, если вы не читали конец слова. Органы власти у нас законодательные, исполнительные, судебные. Если им ежедневно даются худшие и худшие указания, то, естественно, уже будут правила. Вы, Евгений Алексеевич, выполняете указания из Вашингтона. Печально. Нет, подождите. Президент Путин не входит в исполнительную власть Российской Федерации. Нет, он вообще по Федорову власти не обладает. Так просто... Читайте конституцию. У нас законодательная, исполнительная, судебная власть. Хорошо. Значит, это Евгений Федоров, Андрей Нечаев. Надо просто, чтобы Центробанк обнулил процентную ставку, и тогда инфляция сама собой дойдет до европейской. Ну, опять... Хорошо. Она дойдет до нуля. Ну, как это можно комментировать? Ну, подождите. Солнце всходит на Западе. Говорит Евгений Алексеевич, Андрей Алексеевич, а вы прокомментируете? Хорошо. Нет комментариев. Это тоже ответ. Нет, просто нельзя комментировать абсолютную чепуху. Если у вас инфляция еще недавно была, скажем, 12%, конечно, можно выдавать деньги под 0%. Тогда не надо ничего производить. Зачем? Вы просто кладете эти деньги в банк под 10% и чудно себя чувствуете. Хорошо. 134-21-35 вам ближе то, что сегодня говорил Андрей Нечаев. 134-21-36 вам ближе то, что говорил Евгений Федоров. Голосование пошло. Замечу, что Евгений Федоров говорил три четверти времени. Это вам так кажется. Я думаю, что Евгений Федоров наверняка скажет, что это у вас было много времени, чтобы выступать. Особенно пока я был на телефоне. Да. Голосование идет вам ближе позиция Андрея Нечаева, 134-21-35, ближе позиция Евгения Федорова, 134-21-36. Слушаем звонки наших слушателей сейчас. Евгений Алексеевич, если что, задавайте вопросы, люди будут, может быть, повторять вопрос. Не знаю, как у вас будет слышно. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. А помните, когда Николаю Первому контр-отбирал Грейг, сделал ультиматум, что он отделит Крым, когда дали вольницу олигархам, уже тогда грабили страну. Вопрос есть? Вопрос есть? Вопрос такой же. Ситуация такая же, как и тогда. Помните? Нет, извините. Вопрос. Давайте вопросы для того, чтобы время эффективно использовать. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Борис зовут. У меня вопрос к господину Нечаеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Считаете ли вы необходимым, извините, статью 75 Конституции, где идет речь о том, что ЦБ другим органам государственной власти не подчиняется? Но, если быть точным, выполняет свои фунты независимо от них. Спасибо. Спасибо. Нет, я-то как раз считаю, что это правильная позиция, и тут ничего менять не надо. Другое дело, что по факту у нас ЦБ не является абсолютно независимым. Все равно он ориентируется на указания президента, все равно он ориентируется на правительство. Но, в принципе, это, как мне кажется, это позиция правильная, которая записана в нашей Конституции. Менять не нужно. Не нужно. У меня есть масса претензий к ЦБ, связанных с регулированием, с надзором, но они никак не связаны с его независимостью. 7373948, слушаем вас. Добрый день, Кирилл, Москва. Подскажите, ну, обоим вопрос. Речь почему не идет о товарах и услугах, где любой компонент, любая составляющая, купленная за валюту, увеличивает в зависимости от доллара. Да, будь то полиэтилен для хлеба или, там, порошок для производства окна. Разве не здесь ответ? Просто это работа на десятилетия, и вы как-то обходите эту тему. Спасибо. То есть, все должно быть сделано за рубли здесь, Евгений Федоров. Это как раз и получится, если будет запущено предложение Владимира Путина 2012 года. Это натуральное хозяйство? Нет. Объясняю почему. Это не натуральное хозяйство. Это приравнивание условий предпринимательственной территории России к иностранным, к американским. Что означает появление в экономике 65 триллионов кредитных рублей. Что означает процентов на первые годы. Порядка от 10 до 15, а может 20 процентов экономического роста в год. Потому что резко в экономику пойдут кредитные ресурсы, которые сейчас нам Запад не дает. Он давал до санкций под свои условия, а сейчас просто не дает. Хорошо, а Андрей Нечаев? Какое отношение рублевые кредитные ресурсы имеют к Западу? Давайте про вопрос. Это все совершенно невозможно слушать просто. Про вопрос. Уши вянут, как раньше говорили. Пусть пленка, пусть все делается у нас. А вы, собственно, правильно ответили. Можно, теоретически, можно перейти к натуральному хозяйству и пытаться производить у нас все. Будет абсолютная технологическая отсталость, будет такой полукаменный век. Зачем? Никто в мире, даже ведущие страны, не производит всю палитру товаров у себя. Нельзя быть лидером во всех областях. Это не означает, что нам не надо предпринимать усилия по развитию высокотехнологичных производств. Что нам не надо добиваться того, чтобы мы не сидели на нефтяной игле, а чтобы у нас экспорт был диверсифицирован, и чтобы мы экспортировали мозги, образно говоря, то есть плоды интеллектуального труда, а не плоды, которые нам дала наша природа в лице наших полезных ископаемых. Но пытаться замкнуться в национальных экономических границах полностью, отказаться от импортного оборудования, импортных комплектующих, потребительских товаров. В том числе, которые у нас вообще не производятся, типа там каких-нибудь бананов. Зачем? Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России. Вам ближе то, что он сегодня говорил. 134-21-35. Вам ближе позиция Евгения Федорова. Он член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. 134-21-36. Голосование продолжается. Федоров просто призывает к введению командной экономики и обнищанию людей. Будет, как в Беларуси, одна картошка. Так я понимаю. Санчиксон пишет. Евгений Федоров, но только 10 секунд. Совсем короткий комментарий. Командная экономика. Я предлагаю принципы приравнять к немецкой, к английской, к американской. Там командная экономика. Я призываю к свободе. К свободе и независимости нашего отечества. Евгений Федоров, Андрей Нечаев. И вот результаты голосования. Я останавливаю. 61% поддержали Андрея Нечаева. 39% на стороне Евгения Федорова. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok